Это вот там громко, да. Я просто живу в Тушево. Вишневая улица, которая... ДК... Вот, вот. Вот на этом заводе, который на ДК и есть. Работа. На нем. По распределению, как по-русски. Все, на звенере трезвонка, да? Ну что же, как мы договаривались, Максим начинает. У нас был такой рубеж, 28-30 год. Это время, когда начали сворачивать НЭП. И, соответственно, всю ту песенную, кабаретно-вариентовую вольницу, которая существовала, ее запретили по части содержательной, по части формы. Она сохранилась. Как это происходило? Значит, те песенки на недопустимую же при новой власти, при новом режиме. Содержание просто переписывались. Оставалась музыка. Ну что же ей пропадать? Тем более гонораром пропадать. Было написано колоссальное количество, большое количество серьезных, хороших вещей. Ну, как с ними расставаться? Естественно, все композиторы были заинтересованы в том, чтобы они продолжали получать гонорары, чтобы их музыка звучала. Они нанимали новых поэтов для переписывания тех самых песен. И таких переписок очень много. Нэповский вариант до 1928 года. Там какие-нибудь экзотические персонажи присутствуют, всякие джин, джинми, капитаны, джоны и прочее все. И после 1928 года те же самые песни уже в советском варианте появляются с советскими реалиями. С выдержанным, так сказать, с идейным стержнем. Но часть наших исполнителей убыла, в том числе и в Манчжурию, в Харбин. И там продолжила ту нэповскую волну. И в 1928, в 1930 году одна из крупных фильмов, сейчас уже фирм звукозаписи, сейчас уже точно не скажу какая. Виктор, может быть, Полидор, их было много. Но какая-то очень серьезная. Приехала специально в Харбин, чтобы записать наших певцов именно вот этого жанра. И среди них была Софья Реджи, популярная очень певица. Ее пластинки потом проникали в Советский Союз. И таким образом вот в обиход в наш проникали те самые уже в 30-е годы, в 30-е, 40-е годы к нам проникали с этими пластинками первоначальные варианты. Но тем не менее существовали и советские. Вот сейчас такой пример переделки я и продемонстрирую. Значит, оригинал был. Да, причем, естественно, переделки тоже попадая в народ, они и трансформировались музыкально. Значит, я сейчас спою оригинал песенки. Называется эта песенка «Мичмун Джонс» в скобочках «Вероятный эпизод». Дмитрий Покрас – это композитор. И стихи Павла Германа. 26-й год. По крайней мере, вот в Ленинской библиотеке самые ранние ноты датируются 26-м годом. Сквозь ночной туман, целиком петь не буду, просто покажу, как оно в оригинале было. Сквозь ночной туман, мрачен океан, Мичмун Джонс угрюм и озабочен. Дан ему приказ прибыть через час, Мичмун Джонс не может быть не точен. И сжимая рули прямо в Ливерпулю, Судно Джонс ведет рукою твердой. Пусть свирепнордост, он не бросит пост, Зорко вдаль, глядя за снежкой гордой. Терпи немного, держи на норт, Ясна дорога и близок порт. Ты будешь первый не сядь на мель, Чем крепче нервы, тем ближе цель. Она, естественно, длиннее, но я сейчас ее петь не буду. Возможно, в следующий раз мы, когда у вас будет следующий раз, мы ее споем. Зайдем, зайдем. Там есть вот про этих Джимов, Джонов. Да, да, да. Там просто, как говорится, конь не валялся, огромное количество. Да, да, да. Вот сейчас я хотел эту самую петь. Табун тогда. А? Табун. Табун, да, коней не валялся. Значит, потом возник текст. Я уж не знаю, кто был автором этого текста. Не исключено, что тот же Герман. Вполне возможно. Хотя он гораздо грамотнее, потому что тут было терпи немного, держи на норт. Что такое терпи немного? Так не говорят по-русски. Но у Германа вообще, день и ночь роняет сердце ласку, да, судьбою рвется нить. Это как? Ну, Герман... Как? Это метафора. Судьбою нитью, это непонятно. А судьба нитью, это понятно. Силья поэтическая. Да, да, да. Ну, а что такое терпи немного? Все очевидно. За сколько раз си. Это то самое. Терпи немного. Что делать? Гимн велосипедистов или Катька. Музыка уже не по красам. Шум и суета, гам и теснота, И глаза, горячие азартом. Это не базар, это не пожар, Это велогонка с общим стартом. Вперед не плача, Давай крути, и ждет удача. Тебя в пути, не бойся, пота, На пору трой, крути, работай, И финиш твой. Я иду хитро, знаю все равно, Финиш от меня еще не близко. Там волна огня, Катька ждет меня, Та, что крашет майки олимпийской. Вперед не плача, Давай крути, и ждет удача. Тебя в пути, не бойся, пота, На пору трой, крути, работай, И финиш твой. Финиш наведу, я вторым иду, Но баранку в спицы получаю. Скорости уж нет, я лечу в кювет, Про себя тихонько напеваю, Вперед не плача, Давай крути, и ждет удача. Тебя в пути, не бойся, пота, На пору трой, крути, работай, И финиш твой. Кончены дела, Катька с ним ушла, Это было для меня ударом. По пути в Москву, Лежа на боку, Напеваю тихо санитаром. Вперед не плача, Давай крути, и ждет удача. Тебя в пути, не бойся, пота, На пору трой, крути, работай, И финиш твой. В будущем году В форму я войду, И тренироваться стану чаще, Чтобы сильным стать, Чтоб завоевать. Катьку, этот приз переходящий, Вперед не плачет, Давай крути, и ждет удача. Тебя в пути, не бойся, пота, На пору трой, крути, работай, И финиш твой. Ну, как известно, Мы не договаривались ни о чем, И песни идут у нас В виде некоторой мозаики, Но связующие Нити все равно находятся. Я хочу спеть песню, Которую я никогда не пел, Из кинофильма «Старшая сестра», Которую там блистательно Исполняет молодая Татьяна Доронина, Которая в сейчас имеющихся Записях в интернете Исполняет ее в полном виде, Но менее блистательно, чем в фильме. Это стихотворение Было написано в том самом 1928 году, О котором сейчас так говорил Максим, Что там все прикрыли, И все поменялось. Да, действительно, Все поменялось. Я пытался найти автора музыки, Потому что найти автора стихов Достаточно легко Это все на поверхности. Хотя, кто автор стихов в песне «И я была девушкой юной»? А? Багритский. Да, а вы откуда знаете? Ну, во-первых, это не Багритский. Во-первых, это Роберт Бернс. Роберт Бернс написал «Кантату». Что есть «Кантата»? Есть пьеса, Состоящая из песен, Которые последовательно Исполняют персонажи. И вот между песнями Иногда бывают связки какие-то Поэтические, иногда нет. Иногда песня переходит в песню. И вот существует множество переводов Этих самых веселых нищих Роберта Бернса. Первый из них датируется, по-моему, На русский язык. 1868 годом Павел Вайсберг. Вайсберг. Знаешь, есть романсы на стихи Вайсберга какие-то. Нет. Нет, это поэт такой. Возьмите этого двухтомника Гусева Песня русских поэтов. Там Вайсберг есть, Там есть его песня. И мы все чего-то знаем Этого Вайсберга. Вот этот самый Вайсберг когда-то это перевел И это как-то существовало. Ну, произведение, написанное в виде пьесы, Фактически, состоящей из песен, Не может существовать только на бумаге. Его наверняка Ставили неоднократно разные театры. И, соответственно, надо было писать музыку. Я послушал оригиналы, Ихние шотландские народные мелодии На стихи Роберта Бёрнса. Очень красиво. Все не по-нашему. Вот то, чего звучит в фильме. И я была девушкой юной. Это не имеет никакого отношения К шотландской музыке, К Роберту Бёрнсу. Это, скорее всего, Имеет отношение к Эдуарду Багрицкому. Но вопрос, Кто автор музыки, Он на сегодняшний момент открыт. Я думаю, вдруг кто чего знает По этому поводу. Багрицкого-то знают в зале. В кинофильме Старшая сестра есть композитор. Я не помню, Не буду сейчас вспоминать его фамилию. Я не помню этой фамилии Ровно по одной причине, Что он не имеет отношения к этой песне. Ровным счётом никакого. Ибо песня возникла, Как какая-то старая песня, Которую знала наизусть Татьяна Доронина. И вот, к слову, пришлось Её туда и вставили. Я это читал когда-то В каком-то интервью С Татьяной Дорониной. А про память про свою Я вам уже всё рассказал. Было где, Ну где, чего и как, Чего она тогда говорила. Я не помню. То есть, я не могу вспомнить. Помнить-то я помню. А вспомнить. В фильме Доронина поёт, по-моему, Три куплета из... Раз, два, три. Ой, из шести возможных. То есть, примерно половину. Вот. Значит, какие мои версии? Значит, Эдуард Багрицкий написал Перевод Весёлых нищих В 1928 году И в девятом номере Нового мира В 1928 году Опубликовал. Сентябрь, соответственно, 1928 года. В 1929 году Вводят в строй действующих Писательский дом По адресу Проезд художественного театра Дом 2 Нынешний Камергерский дом 2 Куда поселяется Эдуард Багрицкий. Непосредственно Напротив этого дома Расположен Московский Художественный Академический театр И поэт Оказывается В непосредственной Близости От МХАТа. И имеется Пьеса В общем, Достаточно известная Давным-давно Со времён Вайсберга С 1868 года Но новыми словами Изложено Слова классные Если честно Очень многие Комментаторы Говорят Вы вообще Про Вайсберга Забудьте Потому что Маршак переводил ещё Маршак перевёл хорошо Но Даже Маршака Не сравнишь С Багрицким По Сочности Внятности И Вот этой Одессе Которая оттуда торчит Это Это вот Невозможно Я Не могу У Маршака Найти Столько вкусного Весёлых Нищих Чего-либо Там тоже Всё хорошо Но как-то так Маршак Он такой Интеллигент Такой В очочках А этот Рыжий Такой Сидит И я Была Девушкой Юной Сама Не припомню Когда Я Дочь Молодого Драгуна И Этим Родством Я Горда Трубили Горнисты Беспечно И Лошади Строились В ряд И Вне Влюбился Конечно Конечно С Барсучим Султаном Солдат И Первым Любовным Туманом Меня Он Накрыл Как Плащом Недаром Он Шёл С Барабаном Пред Целым Драгунским Полком Мунтир Полыхает Пожаром Усы Полошами Торчат Недаром 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 Тебя Я Любила Солдат Но Прежнего Счастья Не Жалко Не Стоит О Нем Вспоминать И Мне Барабанную Парку Пришлось На Сутану Сменять Я Телом Рискнула А душу Священник Пустил Напрокат Ну Что же Я Клятву Я Клятву Нарушу Тебе Изменю Я Солдат Клятву Недаром Дороги Пока Пока Еще Глод Айсбер Айсберга И У Моршака Совершенно Другой Размер Все Вот А Этот Взяла Поменял Начинает Та 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 И Этого у них Нету Это невозможно Спеть Вот Так что Я Грешу Намхат Я Грешу Намхат В крайнем случае То что Сейчас Театр Ермолова Ермоловой Тоже Некодалек Но Намхат Больше Похоже Так Когда У нас Еще Жива Была Передача В нашу Гавань Заходили Корабли В версии Радио В версии Телевидения И даже Вот В концертном Варианте Очень много Присылали В редакцию И Лично Эдуард Николаевич Успенскому Песен В разных видах Письма с песнями Иногда даже Целые Песенники Присылали И Эдуард Николаевич Раздавал Широкую руку Рукой В том числе И мне Чтобы я разобрался Если что-то Интересное Чтобы спел И вот Однажды Пришло письмо Со строчками Такими Разбирая Поблекшие карточки Я оставлю на память Одну гимназисточку В форменном фарточке Эту милую крошку Мою Замечательные песни Но судя по всему Песня Потому что Как правило 99% текстов Не сопровождались Нотами Поэтому надо было Либо знать заранее Эту музыку Либо чего-то придумать Мне пришлось придумать Потому что я Никогда не слышал Но явно Совершенно Это песня Но когда я Начал разбирать текст Я понял Что это гибрид Потому что Я оттуда выудил Штуки три Наверное Строфы Есенинских Там был и вечер Черные брови Носопил Чьи-то кони Стоят у двора Не вчера Лея молодость Пропил Разлюбил Тебя Вчера Не пропис Запоздал Тройка Пришлось Это удалить Я это удалил То что Осталось Сложилось В некое Гармоническое Целое Гармоничное Как потом выяснилось Что явилось оригиналом Я расскажу после Сначала спою то Что на тот момент Я пересобрал Разбирая Поблекшие карточки Я оставлю На память Одну Гимназисточку В форменном В фарточке Эту милую Крошку Мою Гимназисточку В форменном В фарточке Эту милую Крошку Мою Уже вспомните Как бродили мы Возле леса Над быстрой рекой И как ветер Играл Шаловливо Вашей Росою Пышной Косой И как ветер Играл Шаловливо Вашей Росою Пышной Косой Кто теперь Ваши губы Ласкает И ласкает Нежнее Чем я Кто теперь Вас в груди Прижимает Прижимает Сильнее Чем я Кто теперь Вас в груди Прижимает Прижимает Сильнее Чем я Может быть Вы теперь уже Дамочкой И какой-нибудь Мальчик Босой Боже мой Называет Вас Мамочкой Гимназисточку С розой Косой Боже мой Называет Вас Мамочкой Гимназисточку С розой Косой А ваш муж Возвращаясь С работы Называет Вас Просто Женой Боже мой Даже Страшно Подумать Гимназисточку С розой Косой Боже мой, даже страшно подумать Гимназисточку с русой-косой Может, это в жизни сложилось иначе Боже мой, боже мой, боже мой Если б рядом тогда оказалась Гимназисточка с русой-косой Если б рядом тогда оказалась Гимназисточка с русой-косой Разбирая помлекшие карточки, я оставлю на память одну Гимназисточку в форменном фарточке, эту милую крошку мою Гимназисточку в форменном фарточке, эту милую крошку мою Как потом выяснилось, Агнивцев, Николай Агнивцев Это вышел помянутый Николай Агнивцев И у него были два стихотворения, которые можно было назвать диптихом Одно из них называлось «Первая» имеется в виду «Любовь, женщина» А второе называлось «Последняя» и он так их публиковал И они юрнические Но поскольку в них заложен был такой потенциал для хорошего мещанского Ну или даже не мещанского, а городского романса То народ, перехватив вот эти вот начальные строчки И общий настрой, и образный строй Он переделал так, как должно быть в песне Как в городском романсе Чтобы опять без этих вот всяких личностных начал Там вот этого, чтобы этого не было А в оригинале это было так Я сейчас прочитаю и то, и другое И первую, и последнюю Разбирая поблекшие карточки, окроплю запоздавшие слезой Гимназисточку в беленьком фарточке Гимназисточку с русой косой Все прошло Кто теперь вас ревнует? Только вряд ли сильнее меня Кто теперь ваши руки целует? И целует ли так же, как я? Где теперь вы? Все там же, где в паре с дикой зеей Швыряя ладьи, мчит по камням хмельная сунгари Золоченые воды свои, да дверяки в амур впадающие Может быть вы уже стали дамою И какой-нибудь Петька босой называет О боже мой, мамою Гимназисточку с русой косой Ваш супруг консисторский чиновник К вам приходят Фомы Кузьмичи И у вас есть, конечно, любовник Нет, довольно О сердце, молчи Разбирая поблекшие карточки Лишь одну я из них не порву Гимназисточку в беленьком фарточке Где ты, где ты? Ау! И последнее С весьма солидным знанием дела Умея, падая, не пасть Довольно ловко и умело вы имитировали страсти И лишь вчера, зажавши уши На бред любовный мой в ответ Смехом плюнули мне в душу Весь свой талант сведя на нет Эй, шляпу мне, нет больше сказки Пусть сердце кровью истечет За беспокойство же и ласки Подать мне счет Я не знаю, в программе этого у меня не было Но мне кажется, что Напомнить одну из песен Николая Агнивцева На неизвестно чью музыку Было бы разумно Мы ее когда-то давно пели В деперионе, чуть ли не на первом Что еще, наверное, следует сказать про Николая Агнивцева Человек с широчайшим диапазоном У него и вот такие стихи Которые можно отнести к стилистике прошлого Дореволюционной А также у него есть, например, детские стихи Детский сборник под названием «Наркомы у тебя дома» Это о том, как был устроен совнарком для детей Вот перечислены все Совнаркомы это министерство Кто за что отвечает Он придумал «Винтика и шпунтика» Это его образ «Винтик и шпунтик» Он писал стихи, которые клал на музыку Вертинский Он писал стихи, которые клал на музыку Сергей Прокофьев Сергей Прокофьев Чувствуете, диапазонище какой-то Вот, я знаю одну детскую, одну не детскую Ну не знаю, как А детская короткая, давайте я его песню Это сразу Николая Агнивцев Музыка неизвестна чьей Любовь крокодила Удивительно мил Жил да был крокодил Лишь аршина четыре, не более И жила да была Тоже очень мила Негритянка по имени Оли И вот эта моя ледевица Решила пойти освежиться И выбрав часок между дел На речку купаться отправилась Крокодил на нее поглядел И она ему очень понравилась И он ее съел А съевши сказал он Эхма Как милая боя и прекрасна Любовь крокодила весьма Своебобразна А вторая совершенно как бы вставшая классической В старом замке над рекой Одиноко жил кудесник Был на ты он с сатаной Был на ты он с сатаною Так поется в старой песне Был особый он закваски Не любил он вкуса пудры И не ведал женской ласки Потому что был он мудрый А без женской ласки право Жизнь как будто хромонога Деньги, почести и слава Без любви добыл их к Богу И сидел он вечер каждый По взаимности тоскуя И задумал он однажды Сделать женщину такую Чтоб была она душою Наподобие кристалла Не бронилась ежедневно И не лгала, и не лгала И склонясь к своим ретортам Сделал женщину кудесник Ведь он был на ты он с чертом Так поется в старой песне И чиста, и непорочна Из реторты в результате Вышла женщина, ну точно Лотосканка в белом платье И конечно очень мило Целый день она не смела За кудесником ходила И в глаза ему глядела По малейшему приказу И все желания исполняла И не крикнула ни разу И ни разу не солгала Ровно через две недели Вышел из дому кудесник И повесился на еле Так поется в старой песне Ровно через две недели Вышел из дому кудесник И повесился на еле От такой красивой жизни Так, 69-й год Здесь начнем с оригинала Малоизвестный поэт Скорее всего поэт-любитель Юрий Визовченко Известна даже дата его жизни 46-й, 92-й Опубликовал в 69-м году Своё стихотворение В саратовском журнале «Волга» А также оно ещё было опубликовано В газете «Коммунист» города Энгельса Лирическое стихотворение Опять очень всё такое личностное Иволга в малиннике поёт Иволга смеётся и тоскует Отчего я вырос чудаком Кто и как мне это растолкует Иволга, с тебя я и начну Вспоминать про молодость, удачу Я тебя в малиннике найду Сяду и от радости заплачу Помню, ещё мальчик я босой Лодка колыхалась над волнами Девушка с распущенной косой Мои губы трогала губами Позабыв про девичий позор Слышится стыдливое «Не надо!» А в Марине Иволга поёт Девичья весенняя трада Иволга поёт за родником Иволга смеётся и рыдает Отчего я вырос чудаком Кто и как мне это разгадает Лирическое стихотворение Ни малейшего намёка на подъезд На подворотню Но подворотня не умолима Да, но подворотня не умолима Дело в том, что стихотворение попадается на глаза 15-летнему юнцу Юрию Визовченко В том же году Он его подсматривает в журнале «Волга» Читающий был Подожди, ты говорил, что это его стихи Юрия Визовченко Сейчас этот самый, Погорелкин Александр Погорелкин Александр Погорелкин Александр Погорелкин Юрия Визовченко автор стихов А Александр Погорелкин автор музыки И он в то время увлекается гитарой Ему эти стихи чем-то глянутся Но они как-то его не до конца устраивают Потому что перед пацанами такое не споёшь Ему переделывает Он переставляет некоторые строфы местами И чудака Ну какой чудак? Что за чудак? Он его меняет на босика И получается песня У него есть старший брат У которого есть так называемая шарманка Это тоже такая субкультура была в те времена Шарманка это радиоприёмник На средних, по-моему, волнах Который мог вещать очень далеко в эфир Не то что там по округе, по району А вообще на весь мир, но в общем далеко Но это короткие волны Ну в общем, а средние это как? Ну в общем, большой охват Средние тоже далеко били Да, да, да Ночью Назывались Это субкультура называлась радиохулиганы Они пускали в эфир всё что угодно В том числе и запрещённые вещи А передача называлась шарманка Да, передача называлась шарманка А субкультура называлась вот эта вот Радиохулиган И этот брат его был радиохулиганом И он попросил его спеть в эфир эту песню И песня пошла Потом уже к нему приходили там знакомые Там просили записать Песня пошла распространяться на магнитофоне Но первое вот такое широкое распространение Это с помощью радиохулиганов О которых мы потом ещё кое-что расскажем Итак, что получилось у Александра Погорелкина У пятнадцатилетнего юнца Помню, помню, мальчик я босой В лодке колыхался над волнами Девушка с распущенной косой Мои губы трогала губами Девушка с распущенной косой Мои губы трогала губами И волка поёт над родником И волка в малиннике тоскует Отчего родился босиком Кто и как мне это растолкует Отчего родился босиком Кто и как мне это растолкует В ветви я груди своей бежу Расскажу про юность и удачу И волку с малинника спугну Расмеюсь от счастья и заплачу И волку с малинника спугну Расмеюсь от счастья и заплачу Помню, помню, мальчик я босой В лодке колыхался над волнами Девушка с распущенной косой Мои губы трогала губами Девушка с распущенной косой Мои губы трогала губами Мои губы трогала губами Из-за пара растрепанных кос Что принялись своей красотой С оборванцем подрался матрос Тоже Реджи пела, кстати говоря И тоже в Харбине записала эту песню Есть в Ботавии маленький дом Кто там композитор-то? Чиклин и Блантер Скорее всего, именно Блантер Очень интересное произведение Ибо Максим задавал Ленинской библиотеке Поиск, я был потрясен Значит, автор текста Энн Никер Кто такой Энн Никер? Я думаю, что это, кстати, инверсия Может быть, это Рейкин Никер или Рейкин Ну, неважно Я вообще грешу на веру Инбер, если честно Что, если взять В Инбер И, значит, там Подтереть в некоторых местах То получается Она совершенно бредовая Она совершенно бредовая Или какой-то был контекст дополнительный Который раскрывал смысл этого бреда Или это не Инбер писала Хотя у Инбер тоже, помню Она допускала кое-чего Так, что давала повод для пародий Но такого бреда она написать не могла Но это, наверное, до следующей передачи Встреча Встреча Значит, но Коснувшись Веры Инбер Я сейчас с нее уже За каламбур не слезу Да Очень смешно Да Девушка из Нагасаки Песня совершенно Общеизвестная Как бы Существующая В множестве исполнений Одно из самых Таких вот Знаковых В историческом плане Это Высоцкий, конечно На восьмерку Он капитан Не ходит И по Марселе Он обожает Ссоры, брани и драки Он пьет Трубку пьет Крепчайшей Девушку из Нагасаки Значит, чья это музыка Которую поет Высоцкий Сказать совершенно невозможно Вот Обычно Принято считать Что песня На стихи Веры Инбер И на музыку Поля Марселя Поля Марсель Это псевдоним Человека По имени Леопольд Иосифович Вот У которого был Второй псевдоним Или даже Гражданское имя Которым он Зарегистрировался В Советском Союзе Павел Александрович Русаков Вот Три имени Леопольд Иосифович Павел Русаков И Поля Марсель Родился он действительно В эмиграции У еврейских родителей Русского происхождения Вот И поэтому Псевдоним Был Марсель Ну здесь все объяснимо Потому что было Неповское время Там был Марсель А когда надо было У Марселя Я не могу Спеть его мелодию По двум Причинам Причина первая Есть записи Натальи Сорокиной Питерской певицы Которую Объявляет Что будет Музыка Марселя Которая поет Некоторая страстная Танго Которая во многом Напоминает Те ноты Которые опубликованы Но ноты Мы как всегда Мы поступаем Сейчас с нотами Мы их доверили Компьютеру Галина Ивановна Горгучева Перебила их В программу Финале Нет Наталья Сорокина Поет Похоже Но не то Причем То что Написано В нотах Подписанных Марселем Это неинтересно Какая-то такая Бодяга А Сорокину Поет Красиво Там значит Такая Значит Он юга Там Там Он капитан И родим его Марсель Он Оважает Служи Брани Драки И так далее Что-то такое Он любит Культурку Пьет Английский Эль И любит Девушку Из Нагазаки И Мажорная часть Янтарь Кораллы Красные Как кровь И шелковую Кофту Света Хаки И дивлю И нежную Любовь Везет он Девушке Из Нагазаки Вот этот Мажорный Уход Он характерен Для Поля Марселя Это действительно Похоже Вот Но Музыка Поля Марселя Она Официально Совершенно Датирована Ибо Изданы Ноты В Питере В 1925 Году Есть Публикация Она значит Вся сейчас Отсканирована Выложена В интернет Можно найти Вот Кому интересно А В Декабре 18-го Года Вышел Седьмой номер Театрального Журнала В городе Харькове И В этом номере Журнала Театрального Журнала Описывается Как летом В Красном Кабачке Который Открылся В городе Харькове Некто Эльцаров Пел Девушку Из Нагасаки Некто Эльцаров Это Интереснейшая Личность Он Как-то Сотрудничал Какой-то Небольшой Отрезок Времени С Львом Сергеевичем Терменом Лев Сергеевич Термен Изобретатель Терменвокса Основоположник Идеи Электромузыкальных Инструментов И Этот Самый Эльцаров Он Тоже Изобрел Электрическое Пианино С Которым Впоследствии Выступал В цирках В цирках Выходит на арену Человек И начинает Показывать Цирковое Представление Электронную Вот эту Музыку Ну Представляете Терменвокс Там Положение Руки В пространстве Меняет звук А вторая рука Тоже что-то делает Петька Термен Его правнук Льва Сергеевича Наш хороший Знакомый Ученик Моей супруги Наташки Еще В студии Воробьева Горы Так что Мы пытаемся Сейчас Найти Подходы К этому Эльцарову Через Петьку Когда появится Возможность А Эльцаров Выступал В жанре Интимных Песенок В которых Как известно Выступал Вертинский И Изо Кренер Изо Кренер Начала раньше Вертинского Выступать В жанре Интимных Песен И Что пел Эльцаров Летом 18-го года В Харькове Он был композитор Он наверняка Пел свою Музыку Точно не Поле Марселя Которому В 18-м году Было 10 лет Известна Запись Киры Смирновой Которая Поет Укороченный Вариант Этого Текста Текст был Опубликован Первый раз В 22-м году В книжке Бренные слова Веры Инда Страница 64 Это где-то В конце Возможно Этот текст Эльцаров И пел Потому что В 25-м Куплете В 25-м году У Марселя Появился Легендарный Куплет У ней Следы Проказы На руках На них Татуированные Знаки И Удаляясь С джигу В кабаках Танцует Девушка Из Нагасаки Вообще Куплет Непонятно О чем И Представьте Себе Любовь К девушке У которой Следы Проказы На руках Вот Это Это ужас Девушка Уже Смертельно Больна И абсолютно Заразна А с босиком Которая Целуется Ну а с босиком Еще ладно Я попробую Вспомнить Как пела Кира Петровна Значит Текст Строка По книжке 22-го года Он Юнга Родина Его Марсель Он Обожает Ссоры Брань И драки Он Курит Трубку Пьет Крепчайший Эль И любит Девушку Из Нагасаки Он Курит Трубку Пьет Крепчайший Эль И любит Девушку Из Нагасаки У Ней Такая Маленькая Грудь На ней Татар Рованные Знаки Ну вот Уходит Юнга В дальний Путь Расставшись С девушкой Из Нагасаки Ну вот Уходит Юнга В дальний Путь Расставшись С девушкой Из Нагасаки Но и в ночи Когда ревет Гроза И Лежа В жаркие Часы На Баке Он Вспоминает Узкие Глаза И Бредит Девушкой Из Нагасаки Яндарь Кораллы Красные Как Кровь И Шелковую Кофту Цвета Хаки И Дикую И Нежную Любовь Везет Он Девушке Из Нагасаки И Дикую И Нежную Любовь Везет Он Девушке Из Нагасаки Приехал Он Спешить Едва Дыша И Узнает Что Господин Во Фраке Однажды Вечером Наевшись Гошиша Зарезал Девушку Из Нагасаки Однажды Вечером Наевшись Гошиша Зарезал Девушку Из Нагасаки Да У Высоцкого Было Еще Продолжение Уходит Капитан В Далекий Путь Не Видя Девушку Из Нагасаки Да И Вот Следы Проказа Тоже Очень Смешно Конечно А Сейчас У нас Где-то На сайте На форуме Сайта КСП МСК Такой Человек Александр Быстров Изложил Версию Интересную Во-первых Здесь Есть Кофта Цвета Хаки Причем Тут Цвет Хаки Цвет Хаки Это Военный Цвет Военной Формы Ага Сказал И стал Дальше Примерять Этот текст На Личность Написавшего Его поэта Да ё-моё Поэту Ну лет 14-15 Не больше Это она О себе Писала Как бы В том числе Есть Такое Понятие Как оно Называется Это Идентификация Поэта С тем Персонажем О котором Он пишет И вот Это Соответственно Получается Что Вера Инбер Написала Это стихотворение Приблизительно В 1904 году В связи С началом Русско-японской войны Откуда взялось Нагасаки Ей 14 лет В это время Ей было 14 лет Вот у ней Такая маленькая грудь И так далее Все вот Все реалии Кроме этих Ну и Крепчайший эль Ну это Это же Надо же Эль это пиво Это во всей литературе Описано 7 градусов максимум Крепчайший эль В таких местах Поэтому Этот Юнга Тоже Пацан Вот Ежели для него 7 градусов Это нечто Крепчайшее Так что Все это О себе О своем Ближнем окружении Вот Так что Версия На 1904 год Возможно Хотя Прошло Очень много лет До публикации И А публикация Все-таки Состоялась В 1904 году Но мы должны Вспомнить Эдуарда Демина Потому что Очень многие Песни Благодаря ему Нам оказались Доступны Это был первый Он не Эдуард А Эдмонд 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 Он начал Первым записывать В то время Когда вообще Еще только-только Начинались Первые магнитофоны Стоили они Басно-словно Дорого И не были Естественно Доступны Простому человеку Каким был Эд Демин Но Кое-какие Так сказать Версии Лайт Магнитофонной Техники Уже существовали Была такая Насадка Жуткое Нагромождение На патефон Или на Электрофон С электрическим Приводом Это была Такая штуковина Где пленка Двигалась За счет того Что укрутился Диск патефона А электрическая Часть отдельно Подключалась Там Запитывался Небольшой усилитель И можно было Как-то вот это Слушать Но это опять-таки Все домашнего Пользования Вечно Что придумал Демин Он с собой Таскал патефон Который заводился Ручкой Ручкой Вот эту хлопучку Накладывал на патефон Всю электрическую часть Которая должна была Обеспечиваться Ну непременно Никуда не денешься Он носил с собой В рюкзаке Огромный аккумулятор Этим аккумулятором Он запитывал Этот усилитель И вот с этим Вот нагромождением Он Обегал Всю округу В основном Я так понимаю Это было Подмосковье Хотя его По-моему Можно было Встретить Где угодно Где поют Там был Там был Демин И он оставил Довольно большую Спасибо Пете Трубецкому Что он это все Оцифровал Большую Очень фонотеку Где масса Песен Которые Вот относятся К теме Нашего сегодняшнего Вечера И вот одна Такая запись Датированная Слава Богу Еще все датировано 9 ноября 60-го года Где-то у костра Значит Демин записал Исполнение Даже целый концерт Костровой Я таких не знаю Павел Беспрозванный Фамилию Павел Павел Абрамов Беспрозванный Я вот не знал Спроси Каримова Это и авторы Да И Рейзенман А кто такой Рейзенман Знаем мы нет Ну из их компании Из их компании Беспрозванный И Рейзенман Значит Они поют эту песенку Которая В 65-м году Прозвучала В кинофильме Клятва Гиппократа Был такой фильм Снятый на Рижской киностудии Ну так себе фильмец Но там эта песня звучит Она звучит не как вставной номер Она звучит там Как бы Внутри кадра Перемежаемая Диалогами Персонажей Съемки происходили В Тикси То есть На севере На севере И соответственно Эта песенка Тогда там Очень хорошо Позвучала И легла На тему этого фильма Более того У Демина Даже есть фрагмент Авторского исполнения Этой песни Автор сам на гитаре не играл Он просто напел Ну я бы честно сказал Навыл Разобрать там Какая мелодия Такой мотивчик Было трудно Но вот У Беспрозванного И Рейзмана Уже был вполне Определенный Мотив Значит Интернет Упорно выдает За автора стихов Виля Дорофеева Он же Вильям Дорофеев В 60-м году Он окончил Ленинградский Университет По-моему В факультете журналистики Впоследствии писал книги Об истории науки Очень серьезные Там у него 5 или 6 книг Он написал О мирном атоме Со своей женой По крайней мере Вот интернет Упорно выдает Что автор Стихов Виль Хотя надеяться Тут на интернет Нельзя А Ленинградский Я еще не проверял Надо кстати проверить Да Я заглянул в текст Небезызвестная нам Виталий Винсон Записала эту песню У себя на диске Где она исполняет Старые песни И будучи Выпускницей Географического Факультета МГУ Однозначно утверждала Что эта песня Написана Когда-то Студентом Который Сильно старше Ее Студентом Географического Факультета Олегом Яблонским Который Погиб Где-то В экспедициях В результате И вот от него Осталась Эта песня То ли это Яблонский То ли это Дорофеев Тут мы Теряемся Пока что В догадках Есть разные Разные точки зрения Без прозванный Без прозванный Без прозванный В данном случае Исполнитель Исполнитель Но такой Исполнитель Который Вынужден Быть Сочинителем Опять Пога Во тьму Мчалось Воя И на снегу Не видно Ни следа Лишь в вышине Над самой Головую Зажглась Далекая Полярная Звезда Лишь в вышине Над самой Головую Зажглась Далекая Полярная Звезда Экспресс Полярный Звал меня Гудками И я Сказал Как много Дней В году Чтоб Не забыть Возьми Ее На память И Подарил Тебе Полярную Звезду Чтобы Не забыть Возьми Ее На память И Подарил Тебе Полярную Звезду Когда Проходишь Около Вокзала Ты Может Быть Не думаешь О ней Но Нелегко И лень Тебе Пожалуй Найти Ее Среди Мерцающих Огней Но Мне легко И лень Тебе Пожалуй Найти Ее Среди Мерцающих Огней А там В Москве Улыбки И концерты И даже Солнце Светит Каждый День А мне Все реже Синие Конверты Через Снега Приносят Северный Олень А мне Все Режет Синие Конверты Через Снега Приносит Северный Олень Опять Пурга Промчится Многократно И как Всегда Опять Придет Весна Зажглась Далекая Полярная Звезда Лишь Вашине Над Самой Головую Зажглась Далекая Полярная Звезда Аплодисменты Аплодисменты Вот у меня тут Наверное Две Не очень Длинных Песенки Мне кажется Что разумнее Их спеть В связке Это Вера Имбер И Песни По крайней мере Одна из них Достаточно Известна И Про них Известно Практически Все Что это Стихи Вера Имбер Мелодию Написал Михаил Михаил Анчаров Вот Произошло Это где-то Году В 1939 42-43 Он сам называет 42-43 Ты думаешь Нет Я не про ту песню Про которую Ты подумал А про Более раннее Да Это Раньше Загадка Здесь Только одна Каким Образом Миша Анчаров Ученику Какого-то Там Восьмого Или Девятого Класса Попали Эти стихи Дело в том Что Стихи Издавались В Париже Это первая Книжка Веры Инбер Под названием Печальное вино 1914 1914 Год И Вдруг Эти стихи Которые Уж точно При советской власти Вряд ли бы Стали бы Перепечатывать За ненадобностью Советской власти Это совершенно Ни к чему Как они Попали К Анчарову Отгадка Наверное Та же Самая Что и Со словечком Синкретизм Дело в том Что Соседом По Лестничной клетки У Анчарова Был По его словам Староста Исторического музея Староста Исторического музея С большой Библиотекой В которой Анчарову Позволялось Беспрепятственно Рыться Читать Все подряд Именно там Он читал Фрабениуса Который При советской власти Вообще Не издавался То что он мог Читать Это детство Человечества Тоже Изданное В 14-м году А когда он Это читал Фрабениус Уже продался Гитлеру И был Для советской власти Персона Нонграта На него Ссылаться Ну никак нельзя Однако Миша Это все читал И Получается Что вот эта Парижская книга В этой библиотеке У этого самого Судя по всему Павла Алексеевича Дмитриева Ученого Секретаря Исторического музея На ту пору Вот Вычитал Значит Вот в этой Книжке Вера Инпер Цыганский романс Все забуду Всех покину Сахар спрячу Для коня В меховую пелерину Ты закутаешь Меня В меховую пелерину Ты закутаешь Меня И сквозь И сквозь рыжий Мех лисицы Как русалка Сквозь траву Оттыщу твои ресницы Сдую снежную конву Оттыщу твои ресницы Сдую снежную конву А сукно твоей шинели Трется левая щеку Трется левая щека Глубже ночь И снег тяжелее И дорога далека Глубже ночь И снег тяжелее И дорога далека Что-то будет Утро встанет Где-то нас найдет Оно Чья рука Меня Поранит Чей бокал Прольет Вино Чья рука Меня Поранит Чей бокал Прольет Вино Месяц Потерял свой блеск В тумане Точно Точно Серб Забытый На лугу Кто-то Стройный В черном Акферлане Имя женщины Чертил В снегу Кто-то Стройный В черном Акферлане Имя женщины Чертил В снегу В синей дымке Зимнего рассвета Рисовались Смутно У стены Бледный Профиль Рукоянь Пларнета И Весок С налетом Седины Бледный Профиль Рукоянь Ларнета И Весок С налетом Седины Я Прошла И Тайно Загрустила От Того Что Имя Не Мое Что Не Я Любовью Заострила Этой Гибкой Трости Острел Что Не Я Любовью Заострила Этой Гибкой Трости Остре Месяц Потерял Свой Блеск В тумане Точно Серб Забытый На лугу Кто-то Стройный В черном Макферлане Имя Женщины Чертил Сниму А у меня 66 Год Курсанты Первого Курса Армавирского Высшего Военного Училища Лепчиков ПВО Аввакул Сокращенно Андрей Шершавов Андрей Манякин Константин Калядин Валентин Пригарин Это по Воспоминаниям Валентина Пригарина Может быть был еще кто-то Однажды ночью Или там Перед отбоем Сочинили довольно быстро Песенку На мотив Гопса Смыков Ну Курсанты Летчики Мы бежим по огненной земле Гермашлем Защелкнув на ходу Мой фантом Звездою белой На распластанном крыле С ревом набирает Высоту Мой фантом Звездою белой На распластанном крыле С ревом Набирает Высоту Вижу дыма Черную дыру Черну Мой сосед Теряет Высоту Подо мною Эдвард С Бобом Пронеслись Навстречу С Богом Доль семнадцать Вижу На борту И так далее И так Эта песенка У них там На курсе Разошлась И уже На эту тему Стали возникать Отдельные куплеты Которые к этой Не приросли Но существовали Сами по себе Например Выполняю В зоне Пил Латаши У меня Большой Полетный Стаж Перехват Воздушной Цели Это Вам не Спать В постели И ударил Ужил по манифессу Но в народ Ушли первые Две Страфы Это законченное Произведение Из первых Двух куплетов Где все Понятно Курсантам Этого училища Потому что Простому человеку Например Непонятно Что такое Белая звезда На распластанном крыле Это Ф-16 Американский самолет Который Палубный И там В тесноте Он вынужден Складывать крылья И когда он взлетает Вернее Сначала Он Перед взлетом Раскладывает Эти крылья Распластывает Как бы Эти крылья Обнаруживая Белую звезду Значит На них Белую звезду 0-17 Вижу на борту Ну Вообще Самолеты Никогда Так сказать Модель свою Не обозначали На борту Не писалось Это был Как регистрационный знак Как у автомобиля Но они так Зашифровали Под этим регистрационным знаком Что это МИГ-17 Дескать Это им понятно было Внутри этой компании Это было понятно Дальше В это время Композитор Никак не связан История С написанием Композитор Роман Майорович Майоров Автор Более Пятиста Песен И ведущий Передачи С добрым утром Кстати говоря Долговременный И поэт Онегин Юсуф Аглы Гаджикасимов Тоже известный В свое время Многими странными песнями Многие могут не знать Многие могут не знать Онегин Это не фамилия Это имя У армян Так выглядит Хотя он Я не знаю Юсуф Аглы Это наверное Азербайджан Юсуф Аглы Это отчество Онегин Это имя А фамилия Это у него как? Гаджикасимов 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 Да Сочинили песню Женскую В русском Народном стиле Который Ее исполняла Алла Саенко Звучала она так Не Не гадайте Девочки Зазря Кому Вечера Кому Заря Если Парень Фото Бросит Значит Может Скоро Бросить Так У нас В народе Говорят Песня Это очень понравилось Одному Запорожскому Виа Квартет Четыре Продвинутых В музыкальном Отношении Исполнителя Участников Этого Виа Которые Знали толк В правильной музыке Слушали Лед запилен Видимо И они почувствовали Что там скрыт Очень серьезный Такой потенциал В этой музыке А нету Песню женскую Стали петь С этим же текстом Но только Так как положено С фузами С флэнджерами С хрипом С подтяжками Не стригите Девочки Косу Берегите Девичью Красу Песня Конечно В этом виде Широко Распространилась А Лусаянка Никто не знает Слышал А вот эту Молодежь Она знала Потому что Они переписывали На магнитофон Это тот самый звук Тот самый Вот как надо А текст Неважно какой И в какой-то момент Они сошлись Эти два Источника Музыка Романа Майоровича Майорова И Да И то что написали Курсанты И получилось То что сейчас я спою Это правда собрано Из разных источников Никогда я эту песню Не слышал целиком Как законченный вариант У народа Что-то не получалось Склеить Особенно не получалось Про этот вот 17 на борту Что это такое Но в общем Кое-как Собрать приблизительно Чтобы была Какая-то сюжетная канва Удалось Но опять-таки говорю Это не тот вариант Который существует Который можно признать Как фольклор Дырник и сборка Вот по взлетной полосе бегу Гермошлем защелкнув на ходу Мой фантом Как пуля быстрый Мой фантом Как пуля быстрый В небе голубом И чистым срёвом Набирает высоту Вижу голубеющую даль Нарушать такую Накибаюсь Накибаюсь над прицелом Миг 17 на хвостом Миг 17 на хвосту Мой фантом не слушает руля Миг 17 на хвостом Миг 17 на хвостом Миг 17 на хвостом Миг 17 на хвостом Миг 18 на хвостом Миг 18 на хвостом Миг 18 на хвостом В шлемофоне четко слышал я Коля, бей, а я прикрою Ваню я фантом накрою Русский ас Иван подбил меня Вот опять по полосе бегу Гермошлем висит мой на суку А вьетнамские солдаты Целят в спину автоматы Ну, а я по полосе бегу Где-то там вдали родной Техас Где-то там вдали отец и мать Мой фантом, как пуля быстрой В небе голубом и чистом Больше не появится опять Пора подумать о ночлении Которое сейчас там Все, заканчивай Макс, значит по песенке И отбивайся У меня вот как раз прощальная Дальневосточная А Вера Имбер Наверное, хорошо будет Того же Михаила Анчарова 42-43 год написано Когда Михаил Леонидович учился В институте иностранных языков Красной армии В Саратове Ну, в Ставрополе на Волге Ставрополе на Волге Это где нынешний Тольятти По-моему Волское море там Там море, да Написано было по стихам Вера Имбер Где он их нашел Как это, что это Сборник 26-го года Был выпущен Единственная публикация Исходного стихотворения В сборнике Под названием Свисток Сборник литературного общества Никитинские субботники Номер 4 26-го года Откуда в 42-м году На Волге Во время войны Это Как? Что? Ничего не внимательно Но факт имеет место Народ в тетрадке переписывал Быстро-быстро Да нельзя Дни пройдут Как один А вот синие рельсы От Москвы на Чунцы И взмахнет над перроном Белокрылый поток Белокрылый поток Поезд в ветре солен Уплывет на восток Уплывет на восток Закричат переклички Паровозовых встреч Зазвучит непривычно Иностранная речь Заворчит Заворкует Колесо на лесу Колесо на лесу Лепесток поцелуя Я с собой увезу Я с собой увезу Будет сердце двоится Много вздохов подряд Меж восторгом границы И уклоном от рад И границу ночи Я Перечувствую вновь Перечувствую вновь За которой Россия За которой любовь За которой любовь Ну С такой песней На ночлег рано Отправляться Потому что там есть история Она довольно обширная Я попытаюсь ее быстренько Сейчас рассказать Значит В двадцатом году Вышел этот сборник Скорее всего Он попался на глаза Ему раньше Чем была написана песня Когда он там Очутился В Ставрополе На Волге Он уже был студентом Вияка Учил японский Китайский языки В связи с тем Что мы же постоянно С начала двадцатых По сорок шестой Ввели В той или иной мере Военные действия Либо как прямые участники С Японии С Китаем Сначала с Китаем Там были терки Потом мы стали выступать На стороне Китая Потому что было выгодно Поддержать Китай И таким образом Отплечь И японских Милитаристов На китайцев Мы их стали поддерживать В сорок Тридцать седьмом году Японцы уже заняли Нанкин В то время Столицу Китая И поэтому Китайцы вынуждены были Перенести свою границу В тридцать седьмом Тридцать восьмом году В Чунцин И аж до сорок шестого года Столицей Китая Был Чунцин И туда направлялись Наши помощники Об этом никто не знал Это все естественно Было засекречено И туда же готовили Соответственно Вот тех кто учился В Вияке На факультете Японских Советников Советники И десантники Он же сам говорил Этот самый Василий Лановой В фильме Офицеры Там появляется В виде такого советника Да И он как раз Написал эту песню Специально Ее переделал Под Чунцин Только единственное Что там Ему пришлось Поменять направление Взгляда Там Берлин Вера Инбер В качестве корреспондента Ездила в Европу Периодически В двадцать шестом году Она значит Ездила в Берлин И очень ей там было Как-то неуютно И вот об этом была песня Стихотворение было написано Лягут синие рельсы От Москвы на Берлин И платок уплывет на восток Потому что она уплывает Лирический герой Уплывает на запад А платок соответственно Уплывает Оставаясь в Москве На восток Когда Анчаров стал переделывать Эти стихи У него получилось Немножко противоречие У него получалось так Как может платок Значит Уплывать на восток Если поезд уходит на восток В Чунцин Тогда он и эти строчки поменял У него там И взмахнет над пероном Белокрылый платок Поезд в ветре соленом Уплывет на восток Написано для десантников Чтобы они так сказать Да, да, да Таким образом Он меняет направление Этого самого платка Это вот две переделки Чунцин И поезд в ветре соленом Ну оставим так сказать На совести молодого поэта Что такое поезд в ветре соленом Почему солен Ну не важно Это единственный огрех Который в этой песне есть А так все очень четко Это четко совершенно Песня написанная В поддержку нашей помощи Тем, кто Значит Отправляется в Чунцин Туда в качестве военных В качестве гражданской Так сказать Гражданского населения Значит Мы туда очень много помощи вложили Не важно Макс А ты не проверял Фольклорные варианты Этой песне Ну я сейчас скажу об этом Да Про Шанси 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 Да Значит Дело в том Что когда эта песня Сам Анчаров У него есть Это даже на записи просто есть Он об этом говорит Что песня потом ушла Распространилась Среди Бывших эмигрантов Которые там проживали Там же очень много было наших Вот В Манчжурии В Харбине В Шанси в том числе Там было много наших эмигрантов Которым эта песня Каким-то образом Была передана И они уже переделали Под свои реалии Вероятно В этот момент Там появляется Появляется Шанси Кстати Если я не ошибаюсь До Чунцы на рельсах не было У китайцев вообще С дорогой было плохо А вот Шанси Уже тогда была дорога Это был Ну это другая история Бог с ним Так в 60-е годы Значит Эта песня Уже докачевывает до нас И об этом сам говорит Анчаров И ее Как он сказал Вкатил В свою пьесу Штейн Пьеса называлась Океан Была написана в 60-м году А в 61-м В конце 61-го Она уже Была поставлена В БДТ На минуточку Это серьезнейший Это первый Можно сказать Театр Страны И видимо Оттуда началось Распространение Искаженного варианта И один Из участников В театре советская В том числе Она шла Очень широко И именно вот благодаря Океан Ставили многие Да И благодаря тому Что эта пьеса Была широко Распространена Также стала И широко Распространяться Вот эта вот Искаженная версия Псевдоэмигрантская Ну вернее Эмигрантская переделка А в 63-м году Год спустя В БДТ Поступает на работу В качестве Ну не актера Но сотрудника Этого театра Валерий Агафонов Это Ленинградский Исполнитель И он ее Каким-то образом То ли сам У него досочиняет То ли он Где-то берет И собирает Из разных кусков Но на основе Вот этого Штейновского Искаженного Варианта Ну там просто Бред полный Там например Будут Ведь как в оригинале Будет сердце Двоиться Много вздохов Подряд Меж восторгов Границы И уклоном Утрат Ну в общем Приблизительно Ясно О чем речь идет То есть сердце Тут вот граница Восторги А там вот утраты Это эмоции А в том варианте Который получил Довольно широкое Распространение Вот именно Вот этот вот Штейновский Будут рельсы Двоиться Много суток Подряд Меж восторгов Границы И уклоном утраты Это такое Рельсы переживают что-то Бредятина какая-то Ну да да Потом за кордоном Россия За кордоном Любовь Кордон вообще Это в контексте Каких-то военных действий Границы Да это не кордон В общем И вот эти А потом у него есть Еще там вообще Жуткие слова Посрывали все Канты Не нужны ордена Мы теперь иммигранты Ждет чужая страна Что такое Канты Наверное Аксельбанты Наверное Надо было бы написать Да Ну Канты тоже Значит На военной форме Там бывают Канты Что вы делаете Тебя Не это самое Ну Чрезвычайно неукружен Да Чрезвычайно неукружен Ну вот Тем не менее Вот широкая стране Получила версию Которую потом Как я понял Причесал Висбор Потому что Он привел все в порядок Он убрал Вот эти вот Безумные рельсы Которые что-то переживают Он их заменил На Будут рельсы Двоиться Убегая вперед До китайской границы От Покровских варл Да ты Да логично Это Висбор поет Это Висбор Дальше На основе Висбора Тоже начались уже отступления Уже Песня В конечном Вернее нельзя сказать Что в конечном итоге В одной из своих ветвей Полная бредядина Там Лягут синие рельсы От Москвы До Янцзы То есть до реки Значит Проезд До Янцзы Ну Вот таким образом Эта песня Трансформировалась Но конечно же Самый правильный вариант Это Анчаровский И Чунцин Там абсолютно на месте Это наша помощь Китайским братьям Временная столица И помощь нашим братьям И помощь нашим братьям Русские с китайцем Братья на ряду Еще есть один момент Вот Я думаю Бродоведам Надо об этом знать Потому что Есть в одной из Книг Посвященных Анчарову Уревича У него есть Такой фрагмент Он приводит в качестве Ну не то что доказательства А некого свидетельства О том что Анчаров сам не знал На чьи стихи Написал песню Вот у него есть Такой Фрагмент Сейчас Вспоминает Галина Аграновская Это Жена Анатолия Аграновского Который Тоже Известен как Автор песен В частности Не дает За Аграновского Она вышла После смерти Первого мужа Ейного Павла Шубина Который Всем известен Есть город матросов Ночных контрабасов Волховская застольная И так далее Возле пёнышка Алёнышка Гавертинский пёнышка Так вот Что она пишет Анчаров спел Иммигрантскую Быстро-быстро Да нельзя Дни бегут Как часы Значит она вспоминает О том как справлялся Юбилей Веры Инбер А это 65-й год Юбилей 65-й Она вспоминает И там она говорит О том что Анчаров спел Будут рельсы двоиться Трое суток подряд И она ему возразила Какие мол Трое суток подряд Что вы говорите Много суток подряд Он ей дескать возражает Нет я знаю Это иммигрантская песня И там поётся Она говорит Я не стала бы спорить Если бы эти стихи Были не мои Красивая история Но она ничего не имеет общего С реальностью Потому что Это 64-й год Запись Датирована Точно совершенно 4-й февраля 64-го года У Аркадия Арканова И Анчаров Рассказывает Эту историю О том Как он Положил на стихи Эту песню И что иммигранты Её исказили А потом Её вкатил В свою пьесу Штейн Да То есть он сам Уже знает Что эта песня Искажённая Кроме того Он никогда не пел Про рельсы двоицы Он пел про сердце двоицы Много вздохов подряд Поэтому Не могла никак Вера Инбер Возражать ему Про вот эти вот Скорее всего Это конфабуляция Как это у нас называется Додожное воспоминание Пока Так сказать Копаемся Копаемся Вот Макс докопался До слова конфабуляция Вот Мы им делимся Со всей Так сказать Общественностью Это Когда Одно воспоминание Складывается с другим Не имеющим к первому Никакого отношения А получается Монстр такой Вот Которого не могло быть В жизни Но он воспринимается Памятью Как нечто Реально бывшее Да Это очень опасная штука Хотя люди Конечно Вернен Антонович Тухарев Говорит другого А как он говорит Он говорит Что еще есть Химизм мозга И когда Вот значит Что-то смывается Появляется Замещение Другое воспоминание Которое Человек считает А это вот Она и есть Да-да-да-да-да То есть Это не просто так Словечко пустое Оно должно под собой Медицинскую основу Ну ладно Переходи на код Перехожу Да Перехожу К чему Знаешь что Я конечно У меня была Ассоциативность Врядная с этим Да Но я не хочу ее петь Она для финала Не годится Давай мы Или давай ты Финал споешь Нет Давай чемпион Можно вдвоем Спеть Что знаю 52-й год Всеволод Реевич Музыка Виктора Лебедева Споем А счет Виктора Лебедева Это тут Ну музыка Никто точно не знает Чья музыка Кто такой Виктор Лебедев Все знают Авторы текста Да Все авторы текста знают Но Виктор Лебедев с ним кончал Ну как говорит интернет Он кончал с ним вместе Филфак МГУ А есть ли фонограмма То что ноты никто не писал Это однозначно Ну заводи Ну да-да-да Броневича Потом скажем Севолод Реевич Это Известный человек Он был Литературный критик Литературный критик Кинокритик Он возглавлял Долгое время Была такая организация Называлась она Господи Как же это называлось Всесоюзное бюро пропаганда Советского киноискусства Это мощнейшая организация была Она В частности Когда я был маленьким Она мог искать такие книжечки Про мультфильмы Но там много чего было Вот сын его Юра Значит наш общий друг Вот они вместе с Виктором Яровским Составили вот такую книгу Биографию Анчарова Проводят здесь вечера 28 марта У нас будет очередной день рождения Анчарова Да Так что Приходите А мы завершаем Сегодняшнюю программу Морс Хороший сгиваться Ветер пихты качает Не мешает мечте И какая-то птица Кричит в темноте Ветер пихты качает Не мешает мечте И какая-то птица Кричит в темноте Ветер пихты качает И все песни И замок разговор Подождите Подождите, ребята Бросьте ветку в костер Чтобы ты не спешила Уходить от костра Чтобы ты полюбила За песни меня Чтобы ты не спешила Уходить от костра Чтобы ты полюбила За песни меня И репеты все песни Оставаться нам жаль В этой песне прощай Прозвучала печаль Но ведь ты со мной рядом Тишина над костром И последнюю песню Мы вместе поем Но ведь ты со мной рядом Тишина над костром И последнюю песню Мы вместе поем И репеты все песни Расставаться пора И подернулись пепла Головешки костра Ветер пихты качает Не мешает мечте И какая-то птица Кричит в темноте Ветер пихты качает Не мешает мечте И какая-то птица Кричит в темноте Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok